Я просто очень часто слышу тему автозаказа, который вроде как превалирует над желанием поставщика скорректировать какие-то заказы и что стараетесь все-таки убрать влияющее вот это, ну это влияние брать. Правильно ли я понимаю, что вот в случае с этой схемой появляется возможность у поставщика повлиять на то, чтобы автозаказ скорректирован был? У поставщика всегда есть возможность повлиять, но эта возможность, если нет инструментов, не реализуется совсем. То есть какие у него возможности? Он может звонить менеджеру каждую пятницу и спрашивать, как дела, почему у меня такие маленькие продажи, а может методично выносить ему мозг тем, что я вижу цифры, которые ты должен тоже видеть, посмотри туда, почему мы должны терять вместе деньги, кому мне еще обратиться, чтобы донести эту простую мысль. Что вы теряете деньги. Я вас уверяю, что после таких обращений, ну конечно же любой даже не очень быстрый категорийный менеджер или логист, он будет принимать шаги к исправлению. И в этом как раз замечательное свойство этого инструмента, что эти цифры видят и сотрудники сети, и сотрудник поставщика. Спасибо большое. Так, сейчас, минутку. Да, у нас сейчас оперативно один вопрос. Здравствуйте, у меня Константин, зовут Аква Ирэндек. Мы сейчас с Магнитом как раз переговоры ведем. Я правильно понял, что если мы заключаем договор доставки до РЦ, с помощью этого сервиса мы также увидим всю историю остатков и так далее по магазинам? Да, все верно. Все верно. Логистика до покупателя, в принципе, не только до магазина, но вот как сказали коллеги, до полки, вы должны понимать, в каком магазине должен быть этот товар. Он должен быть на полках. Если у вас есть мерчендайзеры, вы можете это проверить. Но, не знаю, есть ли какая-то аналитика, вот может быть у Роберта спросим, есть ли аналитика пересечения данных мерчендайзеров и данных ритейл-сервиса? Мне самому интересно. Да, конечно. Вот область совпадения, 95% данные релевантны, 100%. Ну, где-то 80-90%. Мы понимаем, да, то, что, должны понимать то, что данные из портала поставщика отстают на один день. Да, и то, что приходит, ну, например, на нашем ассортименте, да, по системе проходит на утро предыдущего дня, 5 бутылок. Человек приходит, там уже 4 бутылки, либо 3 бутылки. Да, но это нормально. Это нормально, но он понимает, да, самое главное, здесь мерчендайзер понимает, что искать. У вас есть всегда свежие данные по матрице, да, то, что вы понимаете, то, что у вас, вы согласовали с сетью, и то, что у вас есть по факту. Да, вы понимаете, сколько у вас остатков. У вас человек, который приходит, он не начинает искать непонятно что, да, он ищет конкретно то, что вот у меня 10 бутылок вот этого, 5 пачек вот этого, 5 мороженого вот этого. Да, можно небольшую ремарку, я прошу прощения, что вот на этом же кейсе я пользуюсь для сети. Смотрите, меня немножко испугало цифра 80-90. Во-первых, разбег большой, и как-то я думал, что будет получше. Но здесь нужно понимать, что когда вы, ну, предположим, там в середине дня заходите в магазин, если вы работаете мерчендайзером, и не видите там какого-то товара, то это может быть следствием того, что приемка еще идет, она еще не прошла полностью, товар еще не вынесен в торговый зал. Но это объективные вещи, вещи субъективные, с которыми сама сеть стремится бороться и побороть в конце концов. Это задержки товара где-то в подсобках, где-то в складских помещениях, ну, все знают, да, какие в среднем у нас магазины у дома. Есть со складскими помещениями, есть без складских помещений. И найти иногда в коридорах, где неправильно там выкладывают, конечно, товар, товар нужный для выкладки на полку, не так просто. И бывают эпизоды, когда неделями товар никак не дойдет до торговой полки. Что это означает? Он уже продан, его нет, о нем никто не беспокоится, кроме того самого мерчендайзера, который, используя данные о том, что товар должен быть по матрице в этой торговой точке, он есть на остатках, но он не выложен в торговом зале. Вот здесь, если, ну, процента 4-5 этого люфта вместе с сети поставщик могут по своему товару ликвидировать, это, я считаю, прекрасный результат. 4-5% товара, ну, можете представить себе, какой товар оборот они могут дать, особенно если это группа А. А, как правило, товар быстро с полки исчезает, если он хорошо продаваемый товар. Быстрая ремарка в 30 секунд. У меня есть кейс одного производителя, название не назову, не было согласовано, так он, я уверен, что он не один. Он адаптировал визиты мерчендайзинга под расписание графика поставок РЦТТ. А потом после этого еще и проговорил с пополнением торговой сети, чтобы они изменили частоту поставок, потому что, видите ли, товар приходил по пятницам, пока выложили, выходные закончились, его хватало только до среды, потом четверо-пятница out of stock. И они частоту изменили. Или квант. То есть это все диалог на равных начинается. Добрый день, компания Мороз, Алтайский край. Подскажите, работаем с вами, с магнитом в Сибирском федеральном округе. Подскажите стоимость этого удовольствия. И как-то делится информация по регионам, или мы можем посмотреть продажи наших конкурентов по всей сети? Отвечу с конца. Сколько стоит? Да, в граммах. Отвечу с конца. Конкурентов вы посмотреть не можете, в частности, в части магнита, вы не можете посмотреть до СКЮ. Вы можете только по категории оценить бренды в рамках своих долей. В части цены нужно получить от вас ассортимент и ННН. Мы будем смотреть по нагрузке на систему. Вимбельдан и все остальное можно оценить совсем по-разному, исходя из того объема данных, того объема пакетов данных, которые мы будем обрабатывать. Всегда можно обратиться, посчитаем, предоставим, не проблема. Спасибо большое. Время, да? Да, у нас время, мы держимся тайминге. Благодарю вас за ваше выступление и до встречи на других наших мероприятиях. Спасибо.